Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня на канале автомобиль Lexus CT200H, гибрид, как и говорил. Хочу снять небольшой обзорчик о нем, свое отношение к автомобилю. Первый раз в жизни у меня автомобиль с гибридной установкой. Никогда не было ни электроавтомобилей, ни гибридных автомобилей. И, тем более, в исполнении Lexus. Автомобиль 2011 года выпуска. Это Lexus первой серии с гибридной установкой. Выпускался он с 2011 по 2013 год. И в 2013 году был первый рестайлинг этой модели. Принято считать, что автомобиль копирует Toyota Prius. На самом деле, только часть есть здесь от Prius. Основная конструкция силовая от Prius, но доработанная. Здесь уже стоит вариаторная гибридная установка. Мощность двигателя при 1,8 литра 99 лошадиных сил. Ну, заявляют, как 98 лошадиных сил. На данном экземпляре пробег 39 тысяч километров. Состояние неплохое. Есть дефекты по бамперам. Двигатель работает отлично. Установка работает отлично. Аккумуляторная батарея в отличном состоянии. Что сказать об этом автомобиле общее? Автомобиль. Компактный стигленый автомобиль. Хэтчбэк Lexus CT200H. На тот момент это совершенно новый автомобиль. В сегменте Lexus. Представлялся он в основном на европейский рынок. Ориентация шла. А потом уже и поставился на наш. Lexus стал поставляться и на наш рынок. На наш рынок он поставлялся в трех комплектациях. В комплектации данная комплектация это Comfort. Скажем так, это одна. И это самая низшая комплектация. В той, которая поставлялась на российский рынок. Задняя подвеска у него совершенно другая. Расположение аккумулятора у него такое же, как и у Prius. Внешность автомобиля довольно динамичная. Кузов выполнен в ярко выраженном спортивном стиле. С короткими свесами и украшенный небольшим спойлером задней дверью. Но все немножко дополняет себя, дает автомобилю такой вот своеобразный вид. Хоть он и небольшой, но именно для передних пассажиров, для водителя и пассажира он очень удобный. В 2013 году на этот кузов состоялся первый рестайлинг. Изменения коснулись, как и всегда, оптики. Оптики, бамперов, решетка приобрела. Корпоративные изменения, корпоративный стиль поддержали. Всего было на рынок представлено в Европе пять комплектаций. Это Luxury, Eco, Comfort, Exclusive и Sport. На наш российский рынок поставлялись три комплектации. Самая доступная версия автомобиля предлагалась российским покупателям в комплектации Comfort. Это вот данная комплектация. Comfort оснащался 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Вместо ксенона стоял галоген. Фары имели омыватели, протитуманные фары, боковые зеркала с повторителями поворотов и подсветки выхода из автомобиля. Многофункциональным рулевым колесом. Также имел сигнализацию и аудиосистему с шестью динамиками. Имеет он свою возможность подключения внешних устройств, что очень удобно даже на сегодняшний день. Он позволяет подключить здесь и USB, и AUX разъем. Сидения имеют ковшеобразную форму с боковой поддержкой как подушки, так и спинки. Сидеть удобно. В дальней дороге не устаешь. А вот что не сказать про задних пассажиров. Допустим, водительская сторона. Сейчас сидение отодвинуто до конца. При моем росте 185 см. Мне удобно сидеть так на полностью отодвинутом сидении. Ну а сзади от подушки заднего пассажира до спинки сидения порядка 13-15 см. Ехать можно, сидеть можно, но немножко некомфортно. Переднее сидение пассажирское отодвинуто в удобное расположение. Второй пассажир сидит достаточно комфортно. И сзади уже можно сидеть более удобно. Автомобили комплектации Exclusive дополнительно оснащены передним и задним парктрониками, датчиками дождя, системой доступа в автомобиль без ключевой кожаной отделкой салона. Что нравится мне в этом автомобиле, что нет у него кожи. Многие, да, предпочитают кожу. Но это не мой выбор. Также, не имея кожаного салона, автомобиль имеет подогрев передних сидений. И что удобно, подогрев регулируемый. Здесь можно выбрать силу нагрева. Как водительского, так и пассажирского сидения. Откроем капот, посмотрим, что там у нас. Топовая версия гибрида отличает светодиодные фары головного света. Камера заднего вида, аудиосистема Mark Levinson, хорошая музыка уже в автомобиле. С DVD-чейнджером на 6 дисков и с 13-ю колонками. Не 6, как в данном случае, а 13-ю. Навигационная система, круиз-контроль, автозатемняющиеся зеркала заднего вида. Также имеется в топовой комплектации люк на крыше, сидения с электрогулировкой и памятью положения. В любой комплектации новый хэтчбэк уже не дает никаких альтернатив в плане выбора двигателя. Под капотом у этой модели может находиться только один силовой агрегат. Гибридная установка, которая состоит из 4-цилиндрового 98-сильного бензинового двигателя объемом 1,8 литра. И электромотора мощностью 38 лошадиных сил. Крутящий момент, как я и говорил, 142 ньютона метра. Немного, но это хватает автомобилю двигаться нормально, динамично. Конечно, это не гонка, но чувствует он себя на дороге уверенно. Весь этот комплект агрегатируется вариатором CVT нового поколения, который бесступенчато меняет передаточное отношение, обеспечивая плавность хода. Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 4 литра на сотню. Могу сказать, что 4 литра, это даже не смешанный, это городской цикл. Потому что по трассе, сам опробовав его, у меня расход при скорости от 120 до 130 км в час составил 5,5 литра на сотню. Хотя, по факту, смотрел отзывы людей, некоторые умудряются снизить этот расход до 3,6 литров на 100 км. В 2014 году автомобиль возглавил рейтинг самых экологичных автомобилей. Он победил на европейском конкурсе. Полногибридный привод демонстрирует лучший в классе показатель по выбросам в атмосферу СО. Но, опять же, это экология. По экологии он очень сильно задушен. При 1,8 литрах объема у него всего 98 лошадиных сил. Обслуживание этого автомобиля относительно недорогое. Самое дорогое, что здесь может быть, это аккумуляторная батарея. Даже подержанный вариатор стоит не таких больших денег. Свет отличный. На трассе даже имея не ксенон, а галоген. Освещение дороги изумительное. Противотуманные фонари дополняют освещение. Единственное, посадка у автомобиля 13 см. Клиренс. Это как мечта любителей посаженных автомобилей. Расход бензина порадует, как говорится, любого жителя мегаполиса. Заправочная емкость в баке всего 45 литров. Длина автомобиля всего 4 метра 32 сантиметра. База короткая. Колесная база у него 2 метра 60 сантиметра. Ширина 1 метр 76. А высота автомобиля 1 метр 43. Что его делает очень компактным в городских условиях. Конструкторское решение для облегчения автомобиля, для снижения веса кузова. Они использовали не только алюминий, но и легкосплавные материалы, легкосплавные металлы и высокопрочных стали. Использование последних, в свою очередь, определило серьезные показатели пассивной безопасности в серии краш-тестов Еврокар. 5 звезд. Это уже говорит о его хороших безопасных характеристиках. Ну, в состав электронных систем входят АБС, ЕБД, система вспомогательного торможения, антипрокбуксовочная и курсовой устойчивости. А также помощь при старте на подъемах. Тормоза здесь ведут себя очень интересно. Немножко жестковатые, немножко мягковатые, но очень чувствительные. Нажал, автомобиль не плывет, он тормозит. Как я предполагаю, у него торможение еще идет, помимо тормозными колодками, он тормозит еще и самой установкой гибридной. Электродвигатель помогает. В 2011 году Lexus стал самым продаваемой моделью, вот именно в этом исполнении CT200H. Он стал самой продаваемой моделью в Европе, в этом сегменте. Однако на российском рынке у новинки нашлось не так много желающих приобрести его, как наш покупатель больше ориентирован на более мощные автомобили, более комфортные, с бензиновыми, с дизельными двигателями. Ну, впрочем, и на сегодняшний день, на вторичном рынке эти автомобили, хоть и продаются с приличным дисконтом, но они все равно остаются в сегменте дорогих автомобилей. Данный экземпляр, цена на него, в зависимости от состояния и от пробега, колеблется от 900 до 1,2 млн. Но многие у нас, к сожалению, обманывают при продаже, скручивают спидометры, обманывают про историю автомобиля, какая она у них, есть ли ДТП, нет ли ДТП. Опять же, зачем это делается, знает только тот, кто это делает. Ну, сядем прокатимся, посмотрим, он ведет себя на дороге. В комплекте с автомобилем идут два вот таких ключа, такие же, как на всех Лексусах тех годов выпуска. Запускается довольно-таки специфично, так как он электроавтомобиль, у него нет привычного нам запуска двигателя. Вот я нажал, двигатель не запустился, автомобиль готов к движению. Включили передачу, все, автомобиль у нас тронулся. При остановке здесь отдельно надо включать кнопку паркинг, тогда все, автомобиль у нас стоит. Пробег на автомобиле, как я и говорил, 39 тысяч, на данный момент 143 км. Видно у нас, какой он привод будет подключаться на движение. Сейчас постоит автомобиль, подразрядится аккумулятор, так как включена климат-контроль. Управление здесь очень удобное. Вот запустился двигатель. Пошел заряд батареи. Климат-контроль удобный, двухзонный. Музыка здесь не Марк Левенсон, здесь простая. Ну и ее хватает. Трафы и бабовы культур не менее 10 браков. Шайба выбора режима. Вот в данный момент, поворачиваем налево, у нас эко-режим. Поворачиваем направо. Обратите внимание, как изменится шкала экономайзера. Она перейдет в режим тахометра. Все, двигатель подзарядил маленько аккумулятор и отключился. В данный момент по тахометру видно, оборотов двигателя нет. Возвращаем положение. Нажатием он у нас уходит в нормал. Влево у нас уходит опять в эко-режим. Вот эта кнопка включения Evo. Это включение полностью использования гибридной установки. Движение на электричестве. Тогда он батарею будет разряжать по максимальному. Прикуриватель. Закрывается здесь. Пепельницы не предусмотрено. Бардачок. Опять же, бардачок здесь небольшой. Основной бардачок, перчаточный ящик, скажем так. Опять же, небольшой. Обзор. Обзор в автомобиле отличный. Передняя стойка не закрывает и не перекрывает автомобиль на перекрестке. Просто есть некоторые модели, такие, допустим, как даже Nissan Murano, по которому я очень часто недовольствовал. Автомобиль отличный, но большая широкая стойка и под таким углом, как она расположена, она очень часто перекрывает автомобиль, выезжающий слева на перекрестке. Зеркала. Обзорность в зеркалах отличная. Заднее зеркало. Тоже хорошая обзорность. Здесь, ну и как и у всех автомобилей для очков, подсветка салона. Если ее заменить еще и на светодиоды, довольно-таки яркое. Зеркало имеет свою подсветку при открывании. Даже в комплектации Comfort также имеется зеркало с пассажирской стороны. Ну, понятно, это Lexus. Ну что, по салону основное все рассказал. Очень компактный и в то же время очень удобный автомобиль. Выйдем, прокатимся. Здесь очень приятное, комфортное движение. Опять же, повторюсь, автомобиль не болит спортивный, но едет он достойно. И свои 180 километров заявленных он набирает не очень легко, но уверенно. Шум, конечно, двигателя присутствует. Но, тем не менее, вот сотня легко, без каких-либо особых трудностей он набирает и едет. Как я и говорил, вот этого поворота руля хватает, чтобы переместиться из ряда в ряд. Камеры у нас на дорогах не дают особо проверить, разогнаться. Но, тем не менее, это обеспечивает безопасность, потому что большая часть людей реагируют на камеры и притормаживают. Есть, конечно, отдельные экземпляры, которые не останавливают даже эти камеры. Так, ну, сейчас развернусь на перекрестке. Развернулся я на перекрестке и пока не газую, потихонечку еду. Хочу показать, вот батарейка в данный момент. Батарейка в данный момент двигает автомобиль. Пока она разряжается и при скорости, вот в данной скорости мы едем 40 км в час, она поднимается и свыше 40 км у нас запустился двигатель. Но, опять же, при условии зарядки батарейки чуть повыше, вот в данный момент она разряжена больше, чем наполовину, электродвигатель крутит и до 60 км в час. При разгоне подключается батарейка, также двигатель, совместно они тоже могут крутить, но сбрасывая газ, вот сбросил газ, начинает зарядка идти на батарею с электродвигателя. Чуть поддал газу, идет заряд, то есть, чуть поддал газу, идет уже передача с двигателя и при этом идет зарядка батарейки. Сбросил газ, идет зарядка батарейки, от двигателя, от электродвигателя, который приводится вращением колесами. Заряжать автомобиль дополнительно от розетки не нужно, это гибридная установка, вот видно, емкость батареи поднялась. И при движении, при нажатии на педаль, вот едем 60 км в час, это в эко режиме, я нажал на педаль, и скорость уже 100 км в час. Все. Кто скажет, что автомобиль вата? Да нет, он не вата. Он ведет себя очень хорошо, и это в эко режиме, это не спортивный режим. В спортивном режиме особой разницы нет, но она чувствуется. Ну, можно будет попробовать. Сейчас сброшу скорость до 60. Также переключу в спорт режим. Тест Михаила Яковлева. Поворотник в одно касание. Нет здесь поворотника в одно касание. Михаил, тебе огромный привет. Так, ну вот, у нас скорость 70 км в час. Переключаю в спорт режим. Загорелся у нас тахометр. Нажимаю на педаль. Двигатель ревет менее, но набирает скорость. Отлично набирает скорость. Хотя газ в данный момент не в поле. Отпустил газ, идет заряд батареи. При этом батарея в данный момент у нас не работает для оттяги автомобиля, потому что у нас в спорт режиме батарея вообще отключается. Работает только двигатель на бензине. Ну вот основное, все, что я хотел сказать об автомобиле. Я сказал, тормоза мне его нравятся, поведение его на дороге. Мне нравится. Очень устойчивый, информативный. Чувствуется в управлении. Опять же, при условии того, что стоит на автомобиле шипованная резина. Проехав на нем... Сколько же я проехал, не вылазил? Где-то километров 500 у меня получилось, не вылазил из-за руля. Вообще не вылазил. Усталости в спине не было. Ноги не затекли. И посадка за рулем очень удобная. Это... могу подвести итог один из автомобилей, который я, не задумываясь, оставил бы себе в личное пользование. Автомобилей было у меня очень много, но, как я и говорил, повторюсь, с гибридной установкой у меня не было. это первый автомобиль, и он мне понравился. Но... Еще впереди у меня много всяких разных автомобилей, которые я опробую, которые принесут мне позитивные эмоции. Некоторые автомобили... Я не скажу, что негативные эмоции приносят, но просто автомобиль на раз. Сел, прокатился и забыл про него. К сожалению, бывают и такие. А этот автомобиль порадовал всем. Порадовал... Основная радость это его экономичность. Автомобиль очень экономичный. Для городского жителя это идеальное сочетание комфортного, экономичного и малозатратного автомобиля. техническая часть его тоже малозатратна. На этом все. Всего вам доброго. Будьте счастливы и покупайте себе те автомобили, которые вы сами себе желаете. Всего вам доброго.